Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Не сдали экзамен. Неожиданный визит главы города в школу Цибонобалки вскрыл слабые места учреждения. Экологический поезд или «Как сделать мир лучше» – она бы приняла эстафету чистоты и передала её дальше. Дорогами Великой Победы анапские студенты воссоздают историю войны по крупицам. Исследования проводят на примерах своих семей. Глава города Сергей Сергеев побывал в 16-й школе посёлка Цибонобалка. Визит был для коллектива школы неожиданным. Заехал туда мэр без предупреждения. Посмотреть, как после нескольких совещаний, регламентирующих обязательные меры безопасности детей в учебных заведениях, там эти самые меры соблюдаются. На территорию этой школы глава города приехал не случайно. Тестовое испытание учебное заведение на бдительность не прошло. Печальная история в Ростове со взорвавшимся фонариком могла бы повториться и здесь. И вновь охранник без вопросов пропустил нас через электронный турникет. Такое же точно, как в Ростове. Фонарик на территорию школы пронесли беспрепятственно. Правда, об этом исполняющий обязанности директор школы Светлана Анатольевна Огурцова не помнит. Глава помнит, а вы делаете? Не помню. За насилие. И еще за несутся такой последний. Обойдя школу по периметру, глава города дал поручение своему заместителю немедленно провести на территории школы совещание, пригласив на него всех руководителей близлежащих учебных и спортивных заведений. Ведь говорить здесь было о чем. Замечания были для всех школ одинаковыми. Поэтому для всех руководителей прозвучали и конкретные предложения. Получился такой маленький практический семинар по тому, как обеспечить безопасность детей не на словах, а на деле. Подобные совещания пройдут на всех территориях. В филиале Московского педагогического государственного университета состоялся пятый научно-исследовательский конкурс «Дорога Великой Победы». Школьники и студенты Анапы проводят собственные исторические исследования о событиях Великой Отечественной войны. Каждая история по-своему уникальна. В поисках материала участникам приходится работать с архивами, которые не исследовались много десятилетий. В зале представители городской администрации, ветераны, историки, а также ученики общеобразовательных школ, кадеты и студенты. Воссоздавать свою историю нужно каждому, ведь без прошлого нет будущего, убежден краевед Валерий Валиев. Он сам много лет посвятил изучению историю Анапского района и сегодня дарит библиотеку вуза собственные книги. Вы должны знать свою историю. К нам приезжают со всей страны и вы должны всегда ответить на любой вопрос. Вот эта конференция и помогает вам ответить на различные вопросы. Работа конкурса проводится в двух секциях. В первые свои доклады защищают ребята в возрасте от 9 до 16 лет. Во второй – от 17 до 30. Темы самые разные, но так или иначе они связаны с событиями Великой Отечественной войны. Артур Ахмадеев – курсантка детской школы имени Старшинова. Тема доклада – рассказ о своих предках, которые ковали победу на Балтике. Это очень интересно – знать историю своей семьи, знать, где воевал мой прадед и его брат. Руководитель мне помогал очень, он корректировал моё эссе. Эссе я делал несколько недель, мне помогала моя бабушка. Я узнал очень много нового, где служил, кем был. Он был, мой прадед был главным корабельным, его брат был главным механиком этого катера. Они уничтожали немецкие корабли, не давали подойти им к Калининграду. Изначально конкурс проходил только на базе вуза, но с каждым годом количество участников увеличивается. Собственные исследования проводят не только студенты, но и ученики общеобразовательных и кадетских школ. Численность участников возросла. Она стала в три, а то и в четыре раза больше. Конечно, откликаются, интересуются и даже просят. Когда у вас будет, вы нам сообщите обязательно. Мы хотим принимать участие. И темы, которые они выдают нам на конкурсе, они, знаете, больше даже исторического научного исследования. Не просто мы знаем об этом и хотим напомнить, а именно исследовать. Вот это уже большое значение в том, что пятый наш конкурс в этом году показывает рост научной подкованности. Все доклады участников будут тщательно проанализированы и обработаны. Итоги конкурса и имена победителей организаторы огласят позже. В Анапу прибыл «Экопоезд». Волонтеры из Крымска передали эстафету чистоты анапчанам в рамках экологического проекта, который охватил весь Краснодарский край. Акция «Экопоезд» волонтеров мира приурочена к Году экологии и направлена не только на уборку территории, но и на повышение экологической культуры. Анапа, как всегда, гостеприимно встречает гостей. Волонтеры из Крымска тоже прибыли не с пустыми руками. С собой они привезли саженец липы, которая теперь будет украшать сквер имени Аванесова. Александр Булахов занимается волонтерской деятельностью уже пять лет. За это время побывал в разных городах. Говорит, Анапа встретила не только радушием, но и удивительной чистотой. Работая к адесанту здесь немного. Впечатление от Анапы – очень хороший, чистый город. Потом встретили нас очень отлично с хлебом, с солью, задали такой заряд позитива. Очень отлично предложили нам акцию, что мы сейчас пройдем, внесем свою лепту в чистоту этого города. Старт акции был дан в Краснодаре. Ее инициаторы – волонтеры Всемирного фестиваля студентов и молодежи, который пройдет в этом году в Сочи. В течение четырех месяцев экологические десанты будут высаживаться в разных городах Кубани, чтобы внести свой вклад в благоустройство края. На этот раз силами более 30 человек был убран район Высокого берега. Надеемся, что эта помощь, которую волонтеры именно Крымского района принесли, она будет значима. Но не только здесь в самой уборке. Здесь факт привить экологию, культуру нашим ребятам, волонтерам. И они вот такими акциями, они приобщаются к самой культуре и плюс передают ее потом своим сверстникам. Они знакомятся друг с другом, это очень важно. Далее эко-поезд уже с анапскими волонтерами направится в Темрюк. Там также высадят дерево и приведут в порядок одну из территорий. Организаторы проекта говорят, что сесть в вагон эко-поезда может любой желающий. Причем для этого не обязательно ехать в другой город. Достаточно убрать хотя бы то место, где живешь. Заповедник Утриш закрыт для посещения до осени. Об этом сообщили сегодня в администрации государственного учреждения. Это связано с повышенным риском возникновения пожаров. Сухая трава, солнечная погода и наличие ветра – все эти факторы вместе создают пожароопасную ситуацию третьего класса из пяти возможных. Лагун, излюбленное место отдыха на пчан и гостей курорта не входит в состав заповедника и останутся доступны. Но сотрудники Утриша призывают всех любителей отдыха на природе быть внимательными при обращении с любыми источниками открытого округа. Возникший пожар может по траве перейти на заповедник. Можевеловые леса Утриша – уникальный природный ландшафт, который является домом для десятков видов животных, в том числе редких. Любители велоспорта, не дожидаясь официального открытия велосипедной дорожки на Пионерском проспекте, уже вовсю тестируют трассу. На курортном проспекте велодорожка оказалась очень востребована. Причем ее появлению рады и пешеходы. Елена Бородуля переехала в Анапу с севера около двух лет назад. Говорит, что курорт привлек ее мягким климатом и благоустроенностью, к элементам которой она относит в том числе и новую велодорожку. Ведь велосипед для нее – основной вид транспорта. Я просто счастлива, что сделали велодорожку, потому что до этого мы ездили по проезжей части, это не очень удобно. На набережной гуляют люди с детьми, неудобно как для людей, так и для велосипедистов, потому что они едут, ребенок выскочил, может создаться аварийная ситуация, кто-то пострадает. Я там не езжу. Мужская часть велолюбителей отмечает не только удачное расположение трека, но и его качественное покрытие. Поверхность ровная, без бугров и ям, не от плиточных швов, как на тротуарах. И самое главное – можно разогнаться, не боясь задеть пешеходов и не мешая движению автотранспорта. Здесь удобно кататься, здесь люди не ходят по этой велодорожке, только велосипедисты ездят. Вот в этом даже удобно. Нравится, более-менее, конечно, безопаснее, спокойнее, нежели по трассе. К слову, пешеходы ждали дорожку не меньше самих велосипедистов. Надеются, что она станет центром притяжения двухколесного транспорта и прогуливаться по тротуарам и теренкуру станет еще комфортнее. Для пешехода это, во-первых, безопасность, в первую очередь, так как велодорожка, она предназначена для велосипедистов, которые могут свободно передвигаться на своем транспорте, не мешать гуляющим, отдыхающим, которые здесь проходят. И если смешанное такое движение, оно, в принципе, мешает как и велосипедистам, так и пешеходам. Поэтому это необходимо. Движение по оживленной набережной в летнее время – сомнительное удовольствие, говорят велосипедисты. Другое дело – специальная велодорожка. Двухкилометровый трек протянулся от речки Анапки до Дельфинария. Почти на всем протяжении приятная тень деревьев. В ближайшее время здесь закончат благоустройство прилегающей территории и нанесут специальную разметку. Молодые профессионалы из Анапы представят наш город на национальном этапе чемпионата рабочих профессий. Честь курорта будут защищать учащиеся сельскохозяйственного техникума. Это две команды виноделов, флорист и мастер кирпичной кладки. А в компетенции предпринимательства участие примет команда из Анапского колледжа сферы услуг. Здесь не готовят бизнесменов, но делают так, чтобы молодые люди были готовы не упустить возможность, если она появится. Команда Анапского колледжа сферы услуг готовится к национальному чемпионату молодых профессионалов. В активе второе место на краевом первенстве – компетенция или дисциплина – предпринимательство. По условиям за определенное время необходимо будет подготовить бизнес-план под определенную задачу, например, создание производства. Жизнеспособность проекта будут оценивать эксперты. Точных условий не знает никто, но есть универсальные навыки. Мы работаем именно с финансовым планом, потому что это самые тяжелые показатели – налоги, денежные средства. У нас есть силы, есть возможности, мы не хуже других, мы лучшие, конечно. В специальности предпринимательства в учебном заведении нет, но всем без исключения читают общий курс. Возможно, что у кого-то есть призвание. Владислав уже занимался собственным делом, фотографировал отдыхающих. В команде он генерирует идеи и управляет финансовыми потоками. Интересно, знакомишься с людьми, то есть это уже не региональный этап, а это уже национальный, то есть это этап уже России. То есть студенты со всей России съедутся пообщаться с умными людьми, с экспертами. Очень колоссальный опыт и, я думаю, останется на всю жизнь. Даниэла в команде отвечает за изучение рынка и продвижение компаний, товара или услуги. Для нее история началась с недели предпринимательства, которая проходила в колледже. Девушку пригласила преподаватель. В итоге возник план по созданию мини-кондитерской. Стартовый капитал – около полумиллиона рублей. Эксперты оценили, а автор не исключает, что со временем займется бизнесом. Соревнования же молодых профессионалов – еще одна ступенька. Здесь очень получаешь большой опыт именно в сфере предпринимательской деятельности. И очень многому учишься у экспертов, потому что нам обращают внимание на наши ошибки, на то, что мы должны наоборот делать или чего мы не должны делать. И именно выслушивая их, конечно же, очень многое узнаешь и учишься. Финал пятого национального чемпионата молодые профессионалы откроется в Краснодаре 15 мая. 1200 молодых людей со всей страны, а также страны СНГ, будут соревноваться в 109 компетенциях. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной. Из них будут формировать команды для международных соревнований по профессиональному мастерству. Учащиеся гимназии «Эврика» вернулись из Москвы с наградой за работу по экологии. Другие собираются выступить на конкурсе законодательных инициатив, организованном при участии Госдумы. Ребята занимаются у педагога Елены Поповой, которая в этом году получила признание своих коллег. 80 преподавателей, 15 номинаций за пунктуальность, творческий, инновационный подход. По итогам учебного года каждый преподаватель составляет свой собственный список номинантов, исключая самого себя и руководство гимназии. В этом году я бы отметила, что почти единодушно учителя выбрали номинантов. Мне не трудно было считать. Это считается в полном секрете, я считаю сама. И вот как-то такое, знаете, единодушие, что если вершина мастерства, то наибольшее количество голосов было, допустим, за определенного учителя. Или и так далее. Я так считаю, что это уже показатель зрелости нашего педагогического коллектива. Елена Попова работает педагогом около 14 лет, преподает историю и общество знания. Сегодня она получила награду за творческий подход. Любовь к преподаванию у меня зародилась еще с детства и очень любила играть. Садила кукол и их обучала. Не так давно ее ученики вернулись из Москвы, где завоевали первое место на конкурсе среди сверстников со всей России. Их работа была посвящена защите черепахи Никольского, одного из обитателей у Трижского заповедника. Другая группа ребят только поедет в столицу на конкурс «Моя законодательная инициатива». Он организован при участии Государственной Думы. Ребята предложат повысить статус так называемых гражданских браков для защиты имущественных прав детей. Помимо азов научной работы, ученики Елены Поповой занимаются творчеством, делают цветы из самых разных материалов. Здесь необходимо вложить всю душу ученика в эту работу и внести что-то новое. А наша молодежь, как известно, она способна к творчеству и всегда их идеи нужно поддерживать. Награды вручали родители учеников, члены попечительского совета. В этом году три специальных приза от руководства учебного заведения за объективные показатели, которые у гимназии всегда на высоком уровне, что отмечают как на муниципальном, краевом, так и на федеральном уровне. В центральной библиотеке дети сказки не только читают, но и смотрят. Там состоялась встреча с театральным кружком «Зернышко» и хоровым коллективом воскресной школы прихода равноапостольного великого князя Владимира. Юным зрителям показали настоящий спектакль, поведав интересную и вместе с тем поучительную историю. В наши древние времена, когда еще были цари, они тоже были православными. Они тоже молились, они тоже переживали о своих семьях, о государстве своем. И вот наша сказка посвящена тому, какая ситуация была в одном царстве государства. И было это накануне Пасхи. Спектакль «Мудрый царь» рассказывает о том, что никакие богатства не заменят человеческой доброты, а скромность и порядочность во все времена были и остаются главными добродетелями. Яркие костюмы и потрясающая игра актера смогли погрузить зрителей в атмосферу царского времени. В воскресной школе дети обучаются не только театральному мастерству. Также работает кружок рисования, творческая студия и даже хор «Камертон». После выступления протеерей Петр подарил детям сладкие угощения, а библиотека, в свою очередь, преподнесла юным артистам самый лучший подарок – книги. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. В курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди. Четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.